Так, друзья мои, приветствую, что будет с вами биткоин в ближайшее время, в какие сделки планирую входить и в каких наружусь прямо сейчас. Без долгих слов, сразу погнали на график, плюс мы сегодня с вами обсудим, что делать с альтами, разберем хайп вокруг ноткоина и экосистемы тонн в целом, плюс поделюсь с вами своей стратегией, как вообще планирую действовать в ближайшее время. Поехали! Итак, по биткоину, смотрите, с момента последнего обзора у нас с вами особо ничего не поменялось, то есть мы с вами записывали последний обзор, были вот здесь на 69 тысяч долларов. Я вам говорю то, что я ожидаю в ближайшее время флета и, собственно, вот за последнюю неделю ничего интересного у нас и не происходило. И я вам честно скажу то, что в ближайшие какие-то дни, может быть даже в ближайшие недели, я не жду слишком интересных событий по крипте. Сейчас объясню почему и расскажу еще раз, что планирую дальше делать. Смотрите, касательно моих позиций, касательно моих планов, точнее по биткоину, если не смотрели прошлый обзор, обязательно посмотрите, но давайте кратко освежу в память. Если мы будем подходить с вами к 66 тысячам долларов, я буду смотреть на открытие новой лонговой позиции. Если же мы пойдем с вами в сторону 58, здесь я с вероятностью 95% буду открывать лонговую позицию, если не произойдет чего-то экстраординарного из серии 3-я мировая, COVID-2.0 или что-то в этом духе. Вот, то есть сейчас идеальная точка для входа в лонг, это, конечно же, 58-60 тысяч долларов, она как была, так и остается. Почему? Потому что мы с вами последние 3 месяца, давайте возьмем линейку, точно померяем, 97 дней мы с вами находимся в консолидации. То есть, по сути, вот как мы пришли сюда в феврале 2024 года, так мы и стоим на отметке плюс-минус 65 тысяч долларов, плюс-минус 5 тысяч долларов. Поэтому, я думаю, у верхней границы смысла набирать лонговую позицию нет, учитывая, что сейчас у нас нет какого-то прям суперсильного новостного фона. Но, если мы пойдем опять же вниз этой консолидации, куда-то вот сюда, например, такое вот движение исполним, то здесь, в принципе, можно будет набрать лонг уже именно по биткоин. И, как вы знаете, моя ставка в основном сейчас на альты, то есть и на спаде, и на фьючах я стараюсь отторговать именно альты, потому что биток, ну, не особо интересен, как по мне, в данном рыночном цикле. То есть, здесь уже потенциал на апсайт, он не такой большой. Вот, если в целом говорить про биток, ну, еще раз, ничего не поменялось с момента последнего обзора, у нас тот же самый восходящий тренд. У нас, также мы далеко над всеми двухсотами скалящими средними, то есть, по всем параметрам тренд у нас восходящий, и в данный момент времени переживать особо не о чем. Если мы с вами перейдем на трехчасовой таймфрейм, ну, здесь, на самом деле, довольно сложно торговать, если только вы не скальпер. То есть, конечно, если вы скальпите, для вас это неплохое время, то есть, в боковичке можно там, там, сям, тут, там, тут подшортил, тут подлонговал. Вот, но, как вы знаете, я торгую довольно мало скальпсделок, сейчас, в последнее время практически не торгую. Вот, сейчас небольшая новость, кстати, будет на этом. Смотрите, если вы с нами торгуете на бирже Bybit, но если не торгуете, можете создать себе аккаунт по ссылке под этим видео. Мы запустили новые бонусы для наших партнеров по бирже Bybit, а именно курс по техническому анализу и канал по скальптрейду. Вот так вот он выглядит. Собственно, если у вас уже есть аккаунт на Bybit, созданный по нашей ссылке, вы можете перейти по ссылкам под этим видео, получить бонусы. А также вы получите доступ к курсу по техническому анализу и риск менеджменту, потому что, ну, если вы будете торговать без риск менеджмента, очевидно, что весь свой депозит вы сольете. Вот, но мы для вас подготовили более 30 уроков по тому, как пользоваться правильно биржами, по тому, как считать риск менеджмент, по тому, как работает технический анализ и так далее. Вот, то есть это все бонусы для наших подписчиков на Bybit. Если у вас уже был создан аккаунт, переходите по ссылке под этим видео, там прям будет такая штука, типа получить бонусы за регистрацию. Вот, если у вас еще нет аккаунта, то вы сначала создаете аккаунт и потом также переходите по ссылкам под этим видео. Здесь наша команда торгует и, собственно, эти сделки мы транслируем в рамках этого телеграм-канала. Итак, ладно, продолжаем дальше. Смотрите, касательно Bybit, еще раз, пока что моя позиция в том, чтобы просто ждать. Итак, если говорим с вами про альты, то тут ситуация чуть более интересная. А для начала можем с вами обсудить эфир. И эфир вот с точки зрения доллара, да, обсуждать, как по мне, не особо корректно сейчас. Почему? Потому что он после того, как там была вся эта шумиха с ETF и все такое прочее, вот эта палка за один день на 20% фон, по сути, так же, как биток стоит на месте. Но, что для нас с вами гораздо более интересно, это то, как сейчас выглядит эфир технически по отношению к биткоину. Давайте мы с вами откроем его график, потому что, еще раз, как по мне, это сейчас гораздо более важный момент. Смотрите, мы с вами за последние полгода, получается, да, с октября 2023 уже даже больше, наверное, давайте, за сколько это времени прошло у нас. Так, это у нас прошло, прошло, прошло 220 дней. Мы с вами делаем уже третью попытку, нет, четвертую попытку, то есть вот раз, два, три, четыре. Четвертая попытка пробития 200-дневной скользящей средней в паре биткоин к эфиру. И сейчас у нас есть шансы на то, что это уже будет действительно истинное пробитие и действительно истинный уход вверх. Почему? Почему? Ну, во-первых, это был выход на самых мощных объемах, то есть мы здесь смотрим по Binance. На Binance я, честно говоря, не очень люблю смотреть объемы, вот. Но здесь самая, так сказать, адекватная картина именно с точки зрения этой торговой пары. Дальше, это самый мощный импульс за последнее время, да, то есть это самый мощный импульс. И здесь мы дольше всего все-таки задержались уже над 200-й скользячкой. И, по сути, сейчас, если мы сходим вот сюда на ее ретест и после этого поедем уже дальше наверх, это будет идеальная картина для рынка. Почему это будет идеальная картина? Ну, регулярные зрители нашего канала уже, конечно, знают, потому что, если эфир разворачивается относительно биткоина, это первый предвестник того, что мы все-таки переходим в активную фазу рынка, а именно в фазу активного альтсезона. Да, кстати, друзья мои, если вы еще не подписаны на наш замечательный телеграм-канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Если вы подписаны на телеграм-канал, то вот забирали, да, здесь с девочкой по ПП были, были сделки по битку, мы забирали лонг. То есть, в принципе, могу сказать, что за последний месяц мы с вами отторговали очень неплохо. Я поэтому, на самом деле, и не делаю сейчас сильно каких-то больших резких движений. То есть мы с вами вот здесь, да, забирали лонг, все это движение проезжали. Дальше у нас был с вами очень хороший трейд по ПП, тоже в одном из обзоров его освещал. И вот как раз-таки в телеграм-канале сейчас его здесь показывал. В общем, здесь все основные новости по проекту. Здесь уведомления о выходе новых видео, плюс здесь есть активности для безрискового заработка и так далее. В общем, на телеграм-канал обязательно подписывайтесь. По ПП, да, тоже хороший трейд, я его уже закрыл. То есть, помните, да, мы вот здесь с вами записывали обзор, я вам говорил, что подходим к уровню, набирал лонг, собственно, набирал лонг, держал его, ну, примерно по хаям разгрузился. Естественно, там не на пике, но где-то по 0.15, по 0.16, соответственно, позицию свою скидывал, о чем также вам говорил в телеграм-канале. Поэтому на телеграм-канал обязательно подписывайтесь. Окей, двигаемся дальше. С точки зрения битка эфира, я думаю, моя логика понятна. По эфиру, опять же, лонги брать в паре к доллару я сейчас смысла не вижу, просто потому что после шумихи с принятием ETF и так далее, ну, могут нас свозить вниз. То есть, по эфиру для меня идеальная зона, это типа там 3200, может быть, даже чуть пониже. Я здесь готов буду загрузиться даже спотом. То есть, как я вам и говорил в прошлых обзорах, я по эфиру вот здесь набирал спотовые позиции, в том числе, как помните, вот здесь, там, на тысячу сто и так далее. Вот последняя зона закупа на споте была здесь, и если мне дадут еще раз 3200, в целом я готов там посмотреть и на фьючи, готов посмотреть и на спот, вот. Но по текущим, по текущим, в момент перегретости по основным индикаторам, мне, как бы, идея эта не очень нравится. Еще важный нюанс, который хочется с вами сегодня обсудить, мы с вами что-то давненько не общались, много всего хочется с вами обсудить, это S&P 500. Вот, в чем здесь момент? Если мы перейдем с вами на трехдневный график или на недельный график, ну, тут, как бы, нет, месячный, это уж слишком, то мы с вами видим то, что за последнее время индекс американский очень сильно рос, и сейчас у нас, особенно на трехдневке, это хорошо видно, у нас образовалась дивергенция. Да, то есть, вот мы видим у нас повышающиеся вершины, и, соответственно, сила тренда уже начинает ослабевать. О чем нам это с вами говорит? О том, что в целом мы можем с вами пойти по американской фонде, заретестить что-нибудь в районе 4 800, да, то есть, это уровень прошлого хая, и мы видим то, что здесь этот уровень тоже отрабатывался пару раз. И в этой ситуации я сомневаюсь в том, что биток устоит на 66 тысяч долларов, то есть, вполне вероятно, что если здесь у нас выйдут сейчас либо какие-то негативные новости, либо просто будет какая-то распродажа на американской фонде, то биток, ну, первая цель, это, конечно же, 60, дальше уже будем смотреть по ситуации. То есть, я вам сказал, что для меня 58-60 тысяч долларов – это идеальная зона для набора логовых позиций, если там поедем дальше, если S&P польется куда-то типа в зону 4 600, но это будет что-то экстраординарное, и мы, естественно, с вами запишем новый обзор на ютубе. Вы, конечно же, поставите лайк, там, напишите комментарий, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать здесь новые обзоры. Но еще раз вам напомню, да, если у вас есть аккаунт на бирже Bobbit, если вы хотите научиться тоже анализировать графики, торговать и так далее, обязательно переходите по ссылкам, забирайте бонусы, если аккаунта еще нет, переходите и создавайте его. Так, продолжаем с вами. Что нам нужно еще с вами сказать? Про биткоин мы сказали, про эфир мы сказали, про биткоин к эфиру мы сказали. Сегодня нам нужно с вами было обсудить S&P 500, и мы тоже обсудили по поводу ноткоина и тона. Смотрите, давайте откроем график нот-USDT, один, на самом деле, из самых таких перформящих проектов за последние сутки. Давайте, сколько он дал у нас получается? От дна было 450% роста. Смотрите, я ноткоин с рынка не покупал. Я в телеграм-канале, опять же, можете полистать посты. И мы с вами использовали две активности. То есть, как это проверить? Вот вы можете ввести сюда в поиске нот и посмотреть. Соответственно, мы с вами исполняли на OKX Jumpstart, то есть, мы закладывали свои тоны, за это нам насыпали ноткоины. И дальше у нас был лоунч пул от биржи Bybit. То есть, у нас, грубо говоря… А, и вот еще была, кстати, третья активность сейчас на бирже OKX за торговлю. Суть какая? Я закладывал тоны, мне насыпали ноткоины. То есть, у меня на несколько тысяч долларов изначально было этих ноткоинов. Сейчас эти несколько тысяч долларов, они сделали примерно там три конца. Разгружаться по ноткоину я пока не собираюсь. Причина какая? Причин несколько. Во-первых, здесь идет DWF Labs, интересный маркет-мейкер. Один из его кейсов – это TRB. И почему бы им не повторить с таким хайповым проектом ту же самую историю, как с TRB. Я сейчас говорю про ноткоин хайповый проект. Показываю, что исполнял DWF Labs. То есть, они взяли TRB по десяточке и, соответственно, вкачали его на 20 х. В пике там, конечно, был вообще какой-то космос. 31 декабря они там исполнили. Но давайте в среднем возьмем, что на 15 х они его спокойно накачали. И ноткоин, как по мне, проект гораздо более хайповый. У него гораздо больше потенциала. Люди в него, как по мне, опять же, верят. И здесь еще есть такой тонкий нюанс, что этот проект ноткоин, он нравится всем. И биржам, и маркет-мейкерам, и крипто-сообществам, и всем-всем-всем. То есть, для биржи – это новая аудитория. Крипто-сообществу там насыпали бесплатных монет. Кому-то, как мне, кто там стейкал свои тонны. Кому-то, кто сидел там безумно тапал телефон. И, как по мне, еще раз, здесь история. Ну вот на листинге он у меня получается по 0.07. Если мне сделает он 10 иксов, я, наверное, буду его разгружать. То есть, вот от текущих 3 икса. И часть позиций буду точно скидывать. По поводу всей пока что не знаю. В целом, экосистема тонн, а именно на ней расположена, как вы понимаете, у нас ноткоин. Она мне нравится. Тонны я также держу. Тонны можно также сейчас отправлять в фармилки. В фармилке довольно интересная. Есть такая фармилка, StoneFi называется. Ну, если в DeFi разбирайтесь, загуглите, посмотрите. Вот там сейчас за них насыпают неплохие проценты. С точки зрения удержания на споте я тонны держу, ну, очень давно. То есть, там, по 1.8, по 1.4 я их брал. И еще раз, пока что разгружаться я тоннами не планирую. Просто потому что, ну, вы сами видите все эти новости про их апдейты в Телеграм. Про то, что они интегрируют платежи через тонн. То, что тонн добавили, на тонн добавили USDT и так далее. То есть, здесь очень хороший потенциал именно с точки зрения апсайда. Двигаемся с вами дальше. Давайте раскидаем основные новости по рынку. Смотрите. Вот еще, кстати, один интересный график от CryptoQuant. Это сервис для анализа блокчейна, который нам намекает, что ситуация еще раз очень похожа на то, что происходило в 2020 году. А именно, наблюдался резкий рост количества крупных кошельков, которые накапливали биткоин. И нагрузка в сети тогда уже была достаточно высокой. То есть, тогда биткоин торговался в отметке 10 тысяч долларов. Да, там, позапрошлый АТХ, он был в 18, но он был прям совсем там. Это были несколько дней. То есть, мы здесь торгуемся, условно, в районе АТХ. И при этом у нас есть потенциал для того, чтобы расти дальше. И это все очень хорошо накладывается на следующие новости. А именно, на Трамп-рале. То есть, для тех, кто давно следит за американской фондой, вы знаете то, что после прошлых выборов Трампа, вся американская фонда полетела в космос. Там были всякие разные законодательные, налоговые реформы. И сейчас очень много в Твиттере особенно форсят историю с Трампом. То есть, у него очень хорошие медийщики. Его пиарят в крипте через бимпкоины. Он там участвует в дебатах, обсирает Байдена и все, что с этим связано. И последние данные, которые я видел по выборной гонке Байдена и Трампа, Трамп там лидировал. То есть, он лидировал с отрывом, по-моему, процентов типа 10. То есть, там берут штаты, в которых… Там же есть штаты, которые изначально демократы, есть, которые республиканцы. И борьба, как правило, ведется именно за тех, кто нейтрален. И среди нейтральных штатов перевес был что-то типа 35 на 65 в сторону именно Трампа. Поэтому, если Трамп выигрывает, а Трамп, как вы, наверное, уже знаете, он активно топит за крипту, за то, что надо разрешить крипту, за то, что мы будем вообще, США будет столицей блокчейна и все такое прочее. И я думаю, это, опять же, довольно положительно скажется на цене битка и цене всей крипты в целом. Ну и опять же, если мы с вами говорим про общий рыночный цикл крипты, мы с вами понимаем, что у нас сейчас идет новый предбычий цикл. И с большой долей вероятности, как вы уже много раз слышали из моих обзоров, я думаю, что ближайший год-полтора мы с вами должны хорошо еще порасти. Здесь у нас, соответственно, очень много новостей по поводу ноткоина. Я вам уже сказал, что на текущих, конечно, покупать ноткоин со спота я бы, наверное, не стал. Но в целом, если вы его держали, если он у вас откуда-то появился, смысла продавать на текущем графике я его, честно говоря, не вижу. Ну, хорошо, да даже если он откатится на 50%, но опять же, поддержите вы его. Вполне вероятно, что здесь история будет на 10 концов. Если, конечно, вы покупали, да, вот здесь по дну, я, честно говоря, ничего не покупал здесь. То есть, как бы своих денег у меня там нету. Это просто то, что там насыпали на всяких разных активностях. То есть, если вы здесь купили, ну, наверное, можно там частичку продать, 20%, чтобы забрать тело инвестиций и оставить себе бесплатные монеты. Но потенциал здесь еще раз достаточно неплохой. Итак, друзья мои, на сегодня у нас каких-то прям сетапов интересных по рынку я не вижу. Да, то есть, альты стоят на месте, доминация битка тоже ни вверх, ни вниз. И моя стратегия в рынке сейчас, как я и сказал, это держать альты на споте, плюс выжидать новые интересные точки для фьючерсных лонгов по битку и по эфиру. Возможно, по каким-то альтам. Вот, вставать в лонги прям по текущим, ну, мне кажется, идея так себе. Вот, давайте подождем, подождем коррекции, подождем каких-то новых адекватных точек входа. Ну, и, собственно, после этого уже будем нацеливаться на лонги. Пишите ваше мнение по рынку в комментариях. Рассказывайте, в каких позициях сейчас находитесь. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok